Сначала на холостую, в тройке проходим, потом срезаем по четыре магазина, леваем по боевому. Всем понятно? Простым людям точно непонятно. У сотрудников спецподразделения УФСБ России по Алтайскому краю свой язык. Точный и краткий, подобно очереди из автомата Калашникова. Поэтому командиру приказы дважды повторять не нужно. Первый номер, кончились патроны. Красный! Держу! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Благодаря этому упражнению бойцы обучаются работе втроем. Эту тактику используют преимущественно во время заданий в помещениях. И у нее есть своя специфика. Бронированный щит, который сотрудник носит с собой и заходит первый в адрес, это для нас и есть тяжелая броня. Второй идет в старшей двойке. То есть, если тройка, то значит в тройке. То есть, щитовой всегда подчиняется, скажем так, либо второму, либо третьему номеру. В целом, броня и навесное подбираются, исходя из комфорта самого бойца. То есть, можно взять столько магазинов и подсумков, сколько пожелает душа. Главное, не переборщить. Если это на несколько суток, скажем так, выход, да, с выполнением нескольких огневых задач, то люди стараются брать веса по минимуму. Поэтому лишних обвесов, мне кажется, не должно быть. Да, прицел, коллиматорный прицел, увеличитель, как бы да, это нужно. Лучше взять боекомплект дополнительный, чем какие-то лишние вещи тут тащить. Вот. Плюс для леса еще актуально приборы бесшумной, беспламенной стрельбы. Также важную роль играет само вооружение. В основном в спецподразделении используют АК-74. Однако при работе в тесном помещении выбор может пасть на компактный СР-2 «Вереск» или СР-3 «Вихрь». Сейчас бойцы спецподразделения используют не совсем стандартную стойку, то есть приклад не у плеча, а ближе к груди. Это позволяет быть более мобильным и выглядывать из-за углов справа или слева. Стрельбе готов. Огонь. В среднем, чтобы привыкнуть к новому оружию, у бойца уходит где-то 3-4 дня. Чтобы привыкнуть к работе в команде, времени уйдет в разы больше. Иногда месяцы или даже годы. В среднем, чтобы отработать все до автоматизма, каждое упражнение нужно повторить 5000 раз. За это время бойцы становятся не просто коллегами. С семьями встречаемся, дружим, жены дружат. Поэтому, можно сказать, уже коллектив не только из нас состоит, но еще и из наших боевых подруг, жен. Правильная стрельба и работа бок о бок – это лишь одни из многих навыков, в котором обучают бойцов спецподразделения ФСБ. Одинаковых заданий для них не бывает. В каждом случае своя специфика. Поэтому эти качества зачастую становятся решающими факторами в борьбе с противником. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.